Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую вас на вебинаре. Сегодня мы будем говорить о формировании читательских умений в молодых школьных. А также я продемонстрирую книги для летнего чтения и работу с читательским дневником. Если вы заходили на наш сайт shopofbox.ru, то вы увидели в типе изданий новый раздел «Пособие для занятий летом». На этой неделе доступны книги для летнего чтения для первого класса. В ближайшее время будут доступны книги для летнего чтения для всех последующих классов. Что это такое, что из себя представляет книги для летнего чтения? Это сборники произведений по классам, которые позволяют ребенку закачать его на любое устройство или работать с компьютером и прочитывать книги в летний период. Особенности работы с книгами для летнего чтения. Во-первых, все книги разделены по разделам. Русские народные сказки, сказки о животных, сказки народов мира, литературные сказки, русская классическая поэзия и басни, рассказы о детях и для детей. Таким образом, весь спектр книг для летнего чтения представлен. Помимо этого, еще что очень важно, параллельно со всеми литературными текстами, еще и есть возможность у каждого ребенка или у родителей, или у педагогов скачать читательский дневник, версия для распечатывания. То есть вы можете заполнять читательский дневник с помощью ручки, распечатывать, а потом все эти листочки читательского дневника складывать в свое портфолио для книг по летнему чтению. Как скачать читательский дневник? Для этого вам необходимо открыть опцию читательский дневник для распечатывания, ввести адрес своей электронной почты. Далее на этот адрес вам придет ссылка для скачивания. Нажимаем кнопку «Получить» и вы видите, что написано «Письмо с материалами» выслано на адрес вашей электронной почты. Проверьте электронную почту. Заходим в электронную почту. И вы видите издательство Академик книга, отправка читательский дневник, первый класс. У вас есть возможность его загрузить. Нажимаете на загрузку, ну а дальше открываете и можете использовать. Его можно распечатать, а не использовать в электронном варианте. Сегодня мы с вами познакомимся, как работать с читательским дневником для первых и вторых классов и поработаем со сказкой «Лисичка-сестричка» и «Волк». Русская народная сказка. Но для того, чтобы начать нашу работу, в любом случае нам необходимо вначале определить, какие же основные читательские умения необходимы для того, чтобы воспринимать и понимать художественно-литературное произведение. Они специфические. Для того, чтобы полноценно прочитать любое художественное произведение, в любом случае ребенку уже в конце первого класса необходимо уметь различать жанр литературы. Это сказка или стихотворение. Уметь давать характеристику героям даже самую простую. Уметь воссоздавать воображение художественной картины. То есть на каждом этапе восприятия литературного произведения необходимо использовать и работают определенные умения. Например, если мы говорим о первичном восприятии художественного произведения, какое же специфическое читательское умение необходимо? В первую очередь мы говорим об умении воссоздавать воображение художественной картины, изображенной писателем с помощью слов. Очень часто, особенно когда это касается родителей, все сводится к проверке техники чтения. И, конечно же, представить, о чем происходит и вообще о чем рассказывает автор, невозможно. Здесь необходимо, чтобы работало воображение. Поэтому родители очень часто записывают видео, где вместо того, чтобы вместе с ребенком порассуждать, какую историю интересную они прочитали, они всего лишь проверяют технику чтения. Ну вот, например, можно посмотреть видео, как родители работают с ребенком. Ну вот, вы видите, это наше литературное чтение, это не сказка, а интрига. Ну вот, ребенок прочитывает интригу. Очень часто интригу читают вместе со взрослым. Это не художественное произведение, это погружение в определенную главу в литературном чтении. И поэтому... Ну то есть, чтобы понимать смысл прочитанного и представлять картины прочитанного, в любом случае, необходимо воссоздавать воображение тех художественных картинок, которые написал писатель. А вот почему эти художественные картины, почему не работает воображение, я предлагаю обратиться к нашему физиологу Людмиле Васильевне Харазовой и посмотреть ее точку зрения о том, почему на сегодняшний день плохо работает у ребенка воображение. Добрый день, уважаемые механизмы. Сегодня у нас всех вполне вопрос, почему дети младшего школьного возраста, да и старшего, не любят чтать. Почему у них возникает проблема с воображением при чтении художественных произведений. И сейчас я попытаюсь ответить на этот вопрос, но не с позиции обыгателя, а с позиции нейрофидеолога. Для начала давайте определимся, что представляет собой чтение. Чтение — это специфическая мыслительная операция. В основе такой лежит становление и развитие многочисленных нервных связей в колебах с шивкой ушами. При активном участии зрительных, речи двигательного и речи слухового, анализация. Давайте посмотрим, какие же части мозга задействованы в колебах. Обратите внимание, что на среде головного мозга мы выделили зоны, которые ответственны за чтение. Это и в источной области у нас, целый ряд зон, и в забылочной области. А также нет зон, которая обеспечивает навыки, то есть когда чтение переходит в навыки. Таким образом, позволяя эту сказку, что чтение является речевым процессом, обеспечивается функционирование центральной генеральной системы, согласованной деятельностью всех областей головного мозга человека. Включается всех одинаковых процесс, начиная с автоматизма нейрофидеологического характера, элементарное движение глаз при зрительной обработке, докодировании текста и до высшего анализа инфинга, при смысловой обработке полученной информации. В процессе чтения устанавливается новый вид длинных связок, второй сигнальный систем, ранее образовавшийся тоже со слов слышим и проигнастиков. Слуховичный двигательный ассоциативный цепь является ослуховой узной речью. Дополняется новыми длинными, длинными, глазоприлитыми, специфическим сигналом для которых становится слово «но не слышно, а видимо». Очень интересные эксперименты были проведены и опубликованы за границей. Это были эксперименты 67-мя отработчиков. Из них 31 отработчик научились читать 10, 22 отразовываются в андрозном подвесе, и 10 были абсолютно без права. В результате человек помещался в определенную камеру аппарата магнитно-резонансной томографии, и ему давали прочитать определенный текст. Те, кто был бездраматик, просто нам дали дно. В результате мы видим, что нейронный рисунок у когда-то не грамотных и грамотных людей полностью совпадает и задействует наибольшую часть головного мозга. В то время как у не грамотных людей, наоборот, задействованы частью менее активной. Интересно также был факт, что была установлена взаимостей между распознаванием лиц и умением читать. И считается, что существует конкуренция за нейронные цели. И предположительно, когда это еще экспериментально не доказано, что лица, которые умеют читать, хуже распознают лица и зрительные объекты, чем те лица, которые безграмотны. Так все же, в чем же причина того, что дети предпочитают мультики чтение? А посмотрите на картинку перед собой. Перед вас головным желтом отмечены менее зрелые области, красным совершенно не зрелым. Зеленым, синим, фиолетовым наиболее зрелые области головного мозга. И вы видите, что в данном случае не зрелыми являются затылочные и височные области. Затылочная и височная области, ярко-выстрый цвет. Таким образом, на предыдущем слайде мы видели, что именно затылочные и височные области ответственны за чтение. Поэтому детям очень сложно отвечать, читая, потому что для них это действительно трудный акт, который требует предложения на максимальных усилий в лечении произвольного минимальной, произвольной памяти. Что, в принципе, не характерно для детей младшего, школьного возраста. Посмотрите, пожалуйста, на то, насколько важно чтение и как оно развивает голову. Если учащий слышит речь, то есть только слышит слова, то у него работает достаточно ограниченная зона, это центр лендер. В речь тогда он считает, что задействуется целый ряд областей головного мозга. Соответственно, улучшается травма, санкрытие, возрастаются негативные цели. Подводя итог в конце всего сказанного, хотелось бы отметить, что причину, все-таки, того, чтобы дети не любят читать, можно выбрать четыре основных факта. Первый факт, что у них в трансфете от природы более разное левое полушарие. Они, для кого не секрет, что именно левое полушарие ответственно за словесно-логическое мышление. У таких детей логика доминирует на образах, это дети-выслитель. В их сознании происходит подлинный образ художественных картин, словами, астрактными знаниями. Им очень трудно увидеть в своем воображении событий и героев литературного премида. Вторая причина, вероятно, связана с тем, что логика не может полноценно проявиться, потому что у ребенка очень ослаблены процессы расстабировки абстрактных словесных знаков в образные жизненные картинки. Это требует включения произвольного внимания и волевых усилий. Посмотрите, пожалуйста, на координацию внизу. Префонтальная пара мозга человека отвечает за логику. Вот она, префонтальная пара. Вот на этой корзине хорошо выделена достаточно простым риском. Она отвечает за телеустремленность и координацию ленина. Но вы видите, она еще желтая у детей младшего школьного возраста. Соответственно, применить такие термины, как «я не буду», «я буду» и «силы», «я хочу» не актуально. Ребенку очень трудно победить слова «я не буду». Ему необходимо 20 определенный ряд сил. К сожалению, сделать это могут не все. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание на одну интересную вещь. То есть, когда мы отказываемся перед сладком, оставляем подняться в себя в диван, в начале, в беды, мы, включая или на префонтальную пара, или благодаря этой части головного мозга, мы можем отказаться от того, что мы хотим делать, от того, что нам надо сделать. Далее нужно ответить на третий фактор, почему дети не говорят желательно читать. У ребёнка не хватает представлений о жизни, образов памяти для того, чтобы нарисовать умысленные картины деталями собственного жизненного опыта. Следите, хотелось бы отметить очень интересный эксперимент, который проводился Натальей Филипс в Оксовском университете, когда в медведке в добровольцах сажали специально, с каждым аппаратом, как и куда, подавался с помощью проектора текст на сет. И просили читать текст, при этом фиксировали изменения, происходящие к головному мозгу. И что было интересно, что при чтении произведений были задействованы не только заточные височные области, но и те, которые были связаны конкретно с содержанием произведений. То есть, те переживания, эмоции, которые человек переживает, подключали и другие части головного мозга. Еще один очень интересный эксперимент был проведен исследователем университета Горнеги Меллан в Питтбурге. Использовавшись в течение полугода, обучаясь в специальной программе, которая заключалась в том, что нужно было прочитать очень большой объем материала. В результате исследовали белую и серую часть нервной системы, то есть белое и серое вещество головного мозга. И в результате показалось, что те, кто в новых читах, имели белые вещества в несколько раз больше, нежели у простых обладий. А именно белые вещества ответственны за наиболее себя, за лабильность нервной системы таких, легкую усвоенность и нового материала. Ну и, наверное, последнее, что хотелось бы сказать, почему все эти дети не любят считать. Возможно, есть дети, у которых не раздужено воображение. Их сознание занято трудными проблемами, а воображение не настроено на работу. Поэтому ребенок находится в своем внутреннем фокоре, который не позволяет его включить в алгоритм. Можно даже ответить, что это очень дети со сложной судьбой, из трудных семей. И вот у таких детей в головной луке доминирует... Ну, есть такой принцип, принцип Ухтопского, принцип доминанта, когда определенные части головного мозга подавляют деятельность других при существующей проблеме. И грани таких детей, имеющихся в их жизни, проблемами является голование, которое подавляет все остальные доны головного мозга. А на самом деле, именно эти дети, когда учатся читать, и у них развивается некая любовь к чтению, они именно через чтение пытаются уйти от своих проблем. Таким образом, подвозя итог ответу на вопрос, почему же все-таки дети не любят читать, мы можем сказать, что у них недостаточно разный затылочный и листочный опыт с головным мозгом, который непосредственно взятен с чтением, а как-то не хватает опыта для воспроизведения, воображаемого воспроизведения прочитанного текста. Спасибо, коллеги, за внимание. Я с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо. Спасибо, Людмилы Васильевны. Все-таки, коллеги, давайте попробуем мы с вами разобраться, как же разбудить, активизировать с помощью методических приемов воображения юного читателя. И при первичном чтении, и при анализе текста. В любом случае необходима целенаправленная система вопросов. Именно читательский дневник вам позволит включить воображение ребенка. Как работать с ним? С чего необходимо начать? Ну, во-первых, конечно же, нужно завести главную страницу для ребенка, что это его читательский дневник. Эту страничку мы распечатываем первой, где необходимо ребенку внести свои данные. Например, необходимо указать, в какой школе, в школе он учится, и, конечно же, в каком классе. С целями мотивации можно уже написать, что ребенок закончил первый класс и перешел во второй. Это главная страничка, она распечатывается единожды для того, чтобы дальше в течение лета собирать в портфолио у ребенка, какие же книжки он прочитал. Допустим, мы сегодня читаем, я еще раз напомню, сказку русскую народную «Лисичка, сестричка и волк». Все вы эту сказку помните, «Как волк ловил рыбу, ловись рыбка большая и маленькая». Конечно же, указываем число месяц, когда мы начали читать эту книжку. Например, 1 июня я начал читать эту книжку и закончил в этот же день, потому что сказка не длинная. После этого необходимо обсудить ребенком, после прочтения первичного, имя и фамилия автора необходимо было, и здесь мы говорим о жанровом состоянии, что это сказка русская народная, поэтому автора нет, и этот бланк, часть мы не будем заполнять. А вот название произведения, конечно же, необходимо запомнить эту часть и записать «Лисичка, сестричка и волк». Ну и, конечно же, что очень важно, мы после прочтения этого литературного произведения необходимо нам с вами спросить еще, как ребенок эмоционально отнесся к этому произведению, кому из героев сопереживал, за кого порадовался, а может быть, на кого-то и разозлился. Поэтому в следующей части дневника, пункт 4, герои, вначале мы просим ребенка, назови героев произведения, которых ты запомнил. Ну, конечно же, главный герой, самая хитрая – это лиса, лисичка-сестричка, а есть еще волк, которого обманул лиса, есть еще дед, и у деда есть баба, которую он вез рыбу, и хотел привезти шубу лисью. То есть всех этих героев можно перечислить. При этом, конечно же, можно сразу спросить у ребенка, как ты себе представляешь, какая лиса, какой волк, какой дед. Мы включаем воображение ребенка. Можно указать только главных героев. Если ребенку сложно перечислить всех героев сразу, кого из героев ты запомнил больше всего? Ну, например, лиса. И мы можем внести этого героя в наш блак. Таким образом, для того, чтобы включить первичное воображение, нам необходимо в читательском дневнике не просто заполнить странички формально, а, конечно же, еще и вместе с ребенком порассуждать. Помимо этого, здесь можно спросить после первичного прочтения, а кому из героев ты сопереживал больше всего? Почему? Ну, например, кто-то из ребят напишет, что это был волк. Почему волк? Потому что волка было жалко. Ему досталось и от лисы она его обманула, и рыбу он не поймал, да еще и увидели его жители села и побили. Еле ноги унес. Может быть, и эту часть мы пообсуждаем. То есть, это включение этапов воображения и эмоционального отклика главным героям. Это все первичное восприятие художественного текста. Если мы говорим об этапе обдумывающего, анализа художественного текста, что очень важно здесь понимать, не каждому ребенку свойственно перечитывать текст. Ему кажется, что если он один раз прочитал, этого достаточно. И то, что на какие-то узкие, точные вопросы ребенку сложно ответить, потому что он не запомнил, ему кажется это не страшно. Поэтому мы и говорим о том, что читательский дневник поможет создать образ каждого героя, увидеть логику развития действий, умение и научить воспринимать образ персонажа каждого героя по отдельности и, конечно же, освоить главную идею произведения. Для этого нам потребуется именно возможность перечитывания текста. Какие есть основные приемы, например, чтобы воспринимать образ персонажа? Это перечитывание или выборочный пересказ с целью выявления мотивов и поступков героя. Это выборочное чтение, чтение пароля, приемы театрализации, словесный графический рисунок, творческий пересказ и так далее. То есть для того, чтобы разобраться в смысле произведения, рассказать о каждом герое, даже если написать по одному предложению о каждом герое, необходимо еще раз повторно с обдумыванием перечитать произведение. В нашем случае это сказка. Какие вопросы из читательского дневника нам помогут в этой работе? Переходим в читательский дневник. Первый вопрос для обдумывающего или повторного прочтения или пересказа нам необходимо попросить ребенка ответить на вопрос «Продолжи свое высказывание». Это история о том, как. Очень часто в этой части дети пишут по заголовку «Лиса обманула волка». И здесь очень важно обратить внимание ребенка, только ли волка обманула. А давай еще раз вернемся к сказке и посмотрим, кого же первым обманула лиса. Просмотреть и найти строчки, где дед смекнул, что лисичка была не мертвая. И вот, пожалуйста, тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал, да делать нечего. А что же произошло? Лисичка прикинулась, перескажи, что она мертвая, как мертвая лежит. И пока дед ехал до дома, всю рыбку повыкидывала с телеги. Ну а потом что произошло? Еще перескажи. Ну а дальше лисичка-сестричка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, села и есть себе. То есть повторное чтение или пересказ позволяют ребенку еще раз вспомнить и дополнить свой ответ, свою точку зрения. Так кого же обманула лиса? А кого еще? Напиши. Давай посмотрим, что ты написал вначале. Вначале написал, что это история о том, как лиса обманула волка. А теперь добавляем, что кого же еще обманула волка? Лиса еще обманула старика. Следующий вопрос на повторный, уточняющий анализ текста, анализ сказки. Кто главный герой сказки? Здесь точки зрения могут разниться. Для кого-то это все-таки лиса, потому что она и в первой части сказки, и во второй части сказки участвует. А возможно, кто-то скажет, волк. Здесь самое главное спросить у ребенка, почему ты так считаешь? Напиши, обоснуй свою точку зрения. Следующий вопрос, который позволит еще раз попросить ребенка вместе со взрослым или самостоятельно прочитать фрагменты сказки, это какая история тебе понравилась больше всего? Про старика и лису, или про лису и волка? И здесь, если мы обратимся к тексту, вначале необходимо найти, где же заканчивается часть, где лиса обманула старика? Найди это предложение. А где же начинается часть, где лиса общается с волком и обманывает его? Перескажи, о чем эта часть истории? Так какая история тебе понравилась больше всего? Запиши. Ответь на свой вопрос и напиши коротко. То есть вот такая часть, если мы говорим о работе именно на этапе повторного чтения, то в любом случае необходимо задать ряд вопросов, которые позволят ребенку уточнить, во-первых, логику развития действий, во-вторых, вспомнить и представить себе всех героев, главных и неглавных, ну и, конечно же, после этого у него возникнет потребность в аналитическом перечитывании текста. А если мы просто, как на первом видео, когда девочка читает, даже не литературное произведение, это просто интрига в учебнике, а после этого ее спрашивают, что же ты прочитала, что же было интересного, и ребенок не может вспомнить, как называется этот прибор, телескоп, то, конечно же, нарушена сама логика работы с произведением. То есть вначале мы говорим на первом этапе о том, что эмоциональное воздействие, какое произвело на ребенка, а уже после этого на втором этапе, когда идет повторное чтение, это работа с системой вопросов. Поэтому если мы вернемся к нашему читательскому дневнику, обратите внимание, что и система вопросов будет простроена таким образом, чтобы в начале ребенка всего лишь услышать, увидеть эмоциональный отклик. Ну, вы видите, назови произведение, напиши, как оно называется. Не забудь, что название пишется в кавычках, с большой буквы. Далее идет очень простой вопрос. Назови героев произведения, можешь указать только главных героев. А возможно здесь спросить, а кому из героев ты сопереживал больше всего? Вот это первая часть, с которой мы работаем. После этого необходимо более глубоко, более тщательно проработать анализ произведения, анализ этой сказки, для того, чтобы у ребенка была возможность заполнить этот дневник. Поэтому мы работаем с пунктом пятого. Здесь нам необходимо более подробно ответить на ряд вопросов после повторного чтения. О чем рассказывает произведение? Первый вопрос. Это история о том, как лиса обманула волка. И мы с вами проговорили, что могут быть уточняющие вопросы, которые позволят более подробно восстановить картину этой истории. Кого еще обманула лиса? Или кто главный герой сказки, обоснув свою точку зрения? Ну и конечно же, по смыслу мы можем разделить две истории. Что лиса вначале обманула старика, а уже после обманула волка. Ну и дальше мы спрашиваем точку зрения. А какая история тебе больше всего понравилась? Напиши коротко. Вот эта часть, когда мы говорим о том, что у нас есть возможность и на первом этапе при прочтении произведения, и на втором обдумывающем позволить ребенку разобраться в литературном произведении. Ну и безусловно, заканчивается любое произведение анализом и пониманием того, для чего же автор написал это произведение, что было особенно интересно прочитать. Личный эмоциональный отклик, точка зрения ребенка, что понравилось или не понравилось в поступках и характерах героев. То есть умение принять или не принимать точку зрения или авторскую, или главного героя поступки. И здесь мы можем говорить о том, что заполняется пункт шестой. Мое отношение к прочитанному. Обратите внимание, что здесь все-таки идет личная точка зрения каждого ребенка, поэтому вначале необходимо пообсуждать вместе с ним, что же тебе было особенно интересно читать. Что понравилось в поступках и характерах героев, или наоборот, что же тебя возмутило, и что тебе не понравилось в поступках и характерах героев. И после этого попросить заполнить часть этого дневника. Продолжи высказывание. Мне было особенно интересно читать, ну, например, о том, как лиса обманула волка. А дальше, что тебе понравилось или не понравилось в поступках и характерах героев. Ну, например, мне не понравилось, что лиса все-таки обманула волка и никак ему не помогла. А еще потом в конце ей воспользовалась волком. Битый, не битый, увезет. Какие еще здесь варианты? Мы можем отдельно вместе с ребенком порассуждать, что в сказке понравилось, если мы здесь уже отметили, или рассказать о том, какой был главный герой, опиши его. Ну и, конечно же, после прочтения произведения, после заполнения, попросить ребенка проиллюстрировать к произведению любую историю, любую часть или любого главного или не главного героя этой сказки. То есть это может быть интересный момент, один из героев, или иллюстрация прочитанной истории. А возможно, кто-то нарисует и целый план действий, что было вначале, а что было потом в этой сказке. Таким образом, коллеги, для того, чтобы сформировать читательские умения, для того, чтобы заинтересовать ребенка литературным произведением, самыми простыми, такими, как сказки, или это будут произведения известных акторов. В любом случае, проще это сделать, особенно если мы говорим о лете, то есть когда нет рядом педагога, а есть только родители, иногда и нет родителей, это читательский дневник. Читательский дневник поможет ребенку и самостоятельно в том числе разобраться в литературном произведении. Во-первых, за лето он может скопить все свои достижения в отдельную папку и получить, принести на следующий год, к 1 сентября, целую папку достижений, какие книжки он прочитал. Ну и это позволит во вторую очередь, конечно же, разобраться в различных жанрах литературных произведения и вспомнить, какие же книжки он прочитал летом. Если мы вернемся к нашим произведениям на лето, есть уже для первого класса книги для летнего чтения «Читай везде», помимо того, что собраны все основные произведения для ребенка, который закончил первый класс, еще раз хочу напомнить для тех, кто подошел чуть позже, что есть читательский дневник, и мы с вами посмотрели, как можно с ним работать или ребенку самостоятельно, или вместе с родителями, или педагогами. Для того, чтобы получить читательский дневник, необходимо и распечатать его, необходимо ввести адрес электронной почты. Я еще раз покажу, как это делается. Вводим адрес, нажимаем кнопку «Получить». Далее на электронную почту вам придет ссылка, по которой вы можете загрузить, скачать и распечатать этот читательский дневник. Пожалуйста. Пришло письмо. Загрузите индивидуальные бланки читательского дневника. Нажимаем на ссылку. Пожалуйста, читательский дневник, с которым мы смотрели, как работать, у вас уже на компьютере может быть. Вы его можете загрузить, вы его можете сразу распечатать и дать ребенку, что позволит каждому ребенку качественно прочитывать литературные произведения. Поэтому, если мы говорим о том, какие же основные читательские умения необходимы ребенку для того, чтобы воспринимать художественный текст, то в первую очередь мы говорим о том, что это умение различать жанр литературы, умение давать характеристику героям, умение делить текст на части и пересказывать его, воссоздавать воображение художественной картины и эмоционально отвлекаться на художественный образ. На каждом этапе чтения есть своя система вопросов, и читательский дневник поможет вам вместе с ребенком увлекательно и интересно прочитывать литературные произведения. Какие есть вопросы? Где можно узнать список для самостоятельного чтения для третьего класса? Коллеги, скоро выйдут книги для третьего класса, вы можете зайти и посмотреть, какие произведения можно прочитать в третьем классе. Если вопросов нет, всем огромное спасибо за работу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok